До недавних событий оперная дива Анна Нетребко блистала на лучших мировых площадках. Ей рукоплескали Митрополитен, Оперовнию, Йорке, Ковентгарден в Лондоне, Ласкала в Милане, Венский концертный зал и, конечно, Большой и Мариинский театры. У певицы давно двойное гражданство России и Австрии, что позволяло ей беспрепятственно перемещаться по миру. Но сейчас, похоже, Нетребко нигде не ждут. Тишину в соцсетях артистки о спецоперации на Западе поняли буквально. Молчание, знак согласия. Так с Анной разорвала отношения сначала Митрополитен, опера, а затем и Баварская государственная опера. И вот, лишившись долларов и евро, спустя месяц после начала событий на Украине звезда все таки прояснила свою позицию. Оказалось, оперная дива категорически осуждает спецоперацию, несет мир своим искусством и собирается возобновить гастроли по Европе. Особо Нетребко подчеркнула, что является налоговым эзидентом в Австрии. Встречалась с президентом Путиным всего несколько раз и никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства ИРФ. Однако, как выяснилось, это не так. После громких заявлений Нетребко пользователи соцсетей отыскали государственные заказы на выступления артистки. Суммы в них поражают воображение. Так, в 2014 году Театр оперы и балета в Казани организовал концерт Анны Нетребко с гонораром в 5,7 миллиона рублей. Тогда певица еще не подписывала документы сама, пользуясь помощью прокатчиков. Однако, даже с учетом их услуг очевидно, что львиная доля оговоренной суммы пошла именно Нетребко. А в конце 2021 года певица зарегистрировала ИП в России. И сразу же заключила контракт с Мариинским театром на участие в спектаклях на 13,5 миллиона рублей. Теперь уже на документах стоит автограф самой Анны. Отдельно в договоре прописана и стоимость одной партии – 2 миллиона 250 тысяч рублей. Как указано на сайте госзакупок, финансирование осуществлялось за счет бюджетных средств. Именно поэтому в соцсетях Нетребко обвинили в грандиозном обмане, разве эти гонорары – не государственные деньги, от которых так категорично открещивалась певица. Между тем, нашумевшее заявление оперной дивы обернулось для нее сплошными убытками. С предательницей уже разорвало отношения первая российская площадка – Новосибирский театр оперы и балета. Да и западные партнеры к звезде так и не повернулись, в метрополитен опера, например, потребовали от Нетребко более убедительных доказательств ее позиции.